Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет долгожданный фикс прайс. Как всегда, покупок в фикс прайсе немного, но все очень хорошие, те, которые, может быть, новиночки какие-то, да, новиночки точно есть. Ну и то, что заслуживает внимания и особого уже желания, мои поиски все по фикс прайсу, товары, которые уже ограничены в магазинах, а может быть, их уже и нет. Вот. Значит, смотрите, что я нашла нового, нового, нового. Я нашла вот такую вот бутылочку, вот такую вот бутылочку. Да, если вдруг вы обратите внимание на мои руки, ужасные руки, это все от автозагара, с которым я переборщила на руках, поэтому не обращайте внимания, самой как-то не по себе, но я уже ничего не могу сделать, может быть, кто-то знает советы, то, пожалуйста, советуйте мне. Как можно избавиться именно на руках? Вот я думаю, почему автозагары не делают нормальные? Почему вот нельзя так, чтобы на руках было идеально? Есть такие вообще. Ну, не суть. В общем, вот такая вот бутылочка классненькая. Давайте мы ее откроем с вами. Во-первых, она розовенькая. Да что ты... Я немножко сейчас еще нервная. Почему? Потому что малыш спит, и мне нужно быстро отснять кушу просто видосов. И у меня вот эти вот руки вот ужасные, автозагарные просто. Я уже не знаю. Короче, вот такие вот бутылочки очень классные. Здесь более плотнее уже идет. Вот помните, бутылочки были с фикс-прайса, другие, где мы там еще с вами круто все делали. Здесь вот прорезиненный момент такой вот есть. Короче, более плотный, и эта бутылка не проливайка точно. Там стакан такой был более, но здесь более все так плотненько. 99 рублей. Там желтенькие, зеленые были. Такие штуки для того, чтобы держать рукой. Очень удобно. Ну и вообще она красивенькая. Согласитесь, очень красивенькая. Вот, теперь она у меня есть. Дальше из новиночки. Смотрите, я нашла, но только один вот такой чехол розовый. Он плотный, вот из плотного материала конкретно. Блин, я так хотела две такие, ну одна. Ну ничего, у меня вот здесь вот голубая одна. Тоже это из фикс-прайса, кстати. Ну пусть будет и розовенькая одна такая. Любимая подушка будет. Может я на ней еще чуть выше. Такая прям плотная качественная ткань. И такой, знаете, персико-розовый, лососевый какой-то цвет. Очень мне нравится. Вот еще бы одну такую найти. Ну в общем, в надежде, что я найду такую еще одну. Можно взять ее. Наволочки вообще в фикс-прайсе я обожаю. Еще наволочки я взяла под свою стерую, серую стену. Видите? Я взяла такие вообще четыре. У меня много подушек этих. И вот будет классно, да, если вот так вот четыре подушки прям будут под стену. Классно? Смотрите. Вот, вот. Это новый, потому что были до этого только белые. Вот они у меня белые тоже тут на фоне. Классные. Мне вот эти нравятся. Они как-то делают более уютную квартиру. Мягкая такая. Моему малышу нравится. Он любит по ним лазить очень сильно. Стоят они, по-моему, 55 рублей. Я точно не помню. Но вообще я очень много, очень много наволочек. Вот таких маленьких, квадратненьких, которые вот, например, если вы блогер, планируете снимать. Или просто вы любите красивый декор дома. Мне кажется, это супер. Я даже, знаете, так подумала еще, если самой пошить, да. Ну, например, типа это дорого, там, 55 рублей. Хотя я считаю, это недорого для одной наволочки. Но самой. Та же змейка будет стоить. Я не знаю, сколько. Ой. О, все нормально. Это было две змейки вшили. Змейка будет стоить, я не знаю, сколько сейчас. Ну, рублей 10, наверное, будет такая стоить. Может, больше, да. Ткань надо купить. Ну, я не знаю, сколько такая ткань стоит. Ну, возможно, получится дешевле. Но представьте, еще надо потратить время на то, чтобы все это сшить, сострочить. Конечно, если у вас есть машинка. Не, ну, надо все это обрезать. Ткань, на самом деле, очень неудобная для того, чтобы, знаете, состыковывать. Она такая достаточно скользящая. И, в общем, я думаю, что если я буду шить, для меня это будет геморрой на все. Во-первых, надо все это найти, найти ткань нужную. Потом все это вырезать. С малышом неудобно. Короче, 55 рублей. Просто подарок для меня вот такие классные-классные. Такие классные-классные наволочки. Пойдем дальше. Дальше, естественно, топики. Ой, я вообще купила сейчас такую классную кофту себе. Кофта-платье в H&M. Нет, в Нью-Йоркере. И это будет в моих покупках. И под нее... У нее вот такие вот вырезы длинные. Под нее так классно смотрятся все эти топики. Я набрала еще розовый топик. Они, правда, немного портятся. Ну, достаточно так быстро. Но смотря как носить, на что. Я люблю просто, видите, майку на майку одевать. И поэтому они немножко, бывает, портятся из-за этого. Да. Я и в них и сплю, и одеваю их под низ. И, в общем, все с этими майками делаю. И, в общем, очень круто смотрится, когда вот так вот маечка одета внизу, да. А здесь сверху, ну, черная. У меня черная она, да. И у нее вот такие вот вырезы. И виднеется майка. Это так стильно. То есть я очень люблю. Это похоже, знаете, как обувь есть. Лабутены, да. И, по-моему, лабутены. И у них, то есть они сделаны. Цвет какой-то там бежевый или еще что-то. А подошва красная. То есть, как бы ты ее не видишь, да, но если там где-то подняться или сидеть нога за ногу, видно красную подошву, что-то в этом есть, да. Она яркая, как бы совсем не подходит, может, к вашему образу. И вот здесь то же самое. То есть я такая вся в черном, черно-белая. И там немного виднеется розовый, желтый, например, да. Или зеленый. И можно сделать, на самом деле, под это еще и косы, например, какие-то. Кстати, скоро будет видео с косами. Как я их плела тоже всех разных цветов. В общем, короче, я взяла два желтых, потому что лето-весна, зелененькие, розовые. А так у меня еще вот есть оранжевые много там. И, в общем, разные-разные цвета. Также рядом с домом у нас еще есть... А, что касается фикс-прайса, давайте закончим. И, конечно же, у меня с собой сейчас нету, но своей племяннице я взяла. У них много очень новинок. Вы это во влоге, может быть, видели. У них много новинок детских. То есть, все там, лопатки, пасочки, вот все, ведерки всякие интересные. И куча игрушек еще. Вот я взяла свои маленькие два года племянницы было. Во-первых, взяла мыльные пузыри, которые давно-давно я показывала. Они очень классные, что в них дуть не надо. Просто вот так вот рукой делаешь, и все-все в пузырях. Вообще классно. Если я увижу, я еще одни возьму. Взяла и розовенькие, ей понравилось. И взяла такую игру, знаете, мячик такой, который прилипает. Такие круглые штуки. Бросаешь, и мячик прилипает к ним. На самом деле, я думала, они будут прилипать. Думала, мячик тяжелый. На самом деле, он легенький. Он очень классно прилипает. Ей понравилось. И все детки, которые там были, все попробовали поиграть. Очень интересно. Действительно кидаешь, он прилипает. Ловишь его. Вообще. То есть, для деток игра очень классная. Также возле дома у нас открылся, или не открылся. Или, может быть, был давно уже. Но я туда зашла. Тоже фикс прайс. Там все по 49 рублей. В нашем фикс прайсе уже и 7,7, 5,5. Уже по 49 рублей нет. Но тоже фикс прайс. Не знаю, типа матриошки, знаете, есть такие у нас в Ростове-на-Дону. Я думаю, что в любом городе еще открыли. Может быть, не фикс прайс, но что-то похожее. И что я там взяла? Вот такую штуку, которой уже в фикс прайсе 100 лет нет. А если они и были, то они были темные. Я взяла вот такую вот штуку. Штуку. Хотя у меня есть. У меня есть фикс прайса белая. Но я еще решила взять побольше вот такой вот. И на самом деле там много их вот таких вот. Там куча бижутерии. То есть там немножечко другое направление. Там для дома куча всего. Бижутерии, кучу. Всяких косметических таких вещей. И все по 49 рублей. Хотя нет, вру. Там есть тоже, как и в фикс прайсе, наклеенные наклейки. Там 7,7, еще что-то. Еще что-то. Тоже есть такие. И купила себе вот такие резиночки. Я просто была с малышом на самом деле в тот раз. И он что-то капризничал уже. Хотел кушать. Хотел домой. И я решила, что я не буду там долго задерживаться. Зайду в другой раз и возьму. Но там очень много всего того, что в фикс прайсе уже нет. А бывает это в фикс прайсе даже дороже. А там еще по 49 рублей. Осталось. Что еще, что еще, что еще. В общем, в этот раз новинки были в основном для детей. А для моего малыша еще рановато, конечно. Там что-то брать. А еще, конечно же, я взяла свои незаменимые вешалки. Просто силиконовые вешалки. И вы же поняли, да, что каждый фикс прайс это будет силиконовые вешалки. Я их уже повесила, даже не буду показывать. Но вы знаете, у меня разные с фикс прайса были. Еще бархатистые там есть. И вот на силиконовых одежда держится лучше. То есть я беру синий цвет, мне нравится. Там еще были розовые, еще какие-то цвета. Ну прям реально, вот любую. Не надо застегивать на застежки. Ничего не спадает. Висит аккуратненько, тоненько, но мало места занимает. Я не устаю об этом говорить. Это просто вешалки-находки. Три штуки стоят, по-моему, или 55, или 77 рублей. И каждый раз, как я иду в фикс прайс, я каждый раз беру. Потому что я не знаю, почему. То ли у меня вещи прибавляются. Ну да, наверное, вещи прибавляются. И места все равно не хватает, не хватает. Но эти вешалки меня прям спасают. Мне они очень нравятся, очень классные. Я их всем рекомендую. То есть тонкие, силиконовые, прорезиненные такие вешалки. Ну, на этом все у нас с фикс прайсом. Если вам было полезно и интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Скоро, значит, вы увидите в интерьере у меня вот такие сзади вот. Классные. Классные, мягенькие. Декорированные наволочки. И что? Я с вами прощаюсь. Пойду попробую почистить руки. Чем-нибудь. Мне уже говорили даже зубной пастой. Ну, что-то я не представляю. Хотя я спросила у своей знакомой. Она говорит, что зубной пастой не очищается. Скраб, скраб, скраб. И время. Все, мои хорошие. Пока. До следующего видео.